Александру Невскому помолимся. Святый Бог, веков, снязь Александру Невскому. Имени национального героя и святого покровителя отчизны в Самаре возвели и осветили памятник выдающемуся полководцу Древней Руси Александру Невскому. В этом году исполняется 800-летие с даты рождения великого князя, прославившегося победой над шведами в легендарном ледовом побоище. Он причислен к лику святых и сегодня именно в его честь в Самаре заложили камень в ознаменовании начала строительства детского спортивного центра. Я считаю, что это один из самых уникальных проектов в России. У нас есть некоммерческий фонд, детский и апархиальный образовательный центр, в котором занимается более 16 тысяч детей, более 70 центров. Но основная деятельность, это, конечно, кружковая работа, внешкольная, где дети занимаются и рисованием, и пением, и лепкой. Это будет центр подготовки доблестных и смелых патриотов Родины, православная школа единоборств. Обучать детей, начиная с пятилетнего возраста, здесь будут профессиональные тренеры. Помимо классических азов боевых искусств, акцент сделают на духовное и культурное развитие ребенка. «Возбегнуть из здания детского центра во имя притака благоверного князя Александра Невского». «Это кикбоксинг, это борьба, ну, соответственно, бокс, конечно же. Центр, он будет в честь Александра Невского, да, воина. Поэтому, понятно, что нельзя так сказать, да, что мы будем готовить воинов, но, как бы, детей, которые будут сильны духом и крепки в православной вере». Развитие дополнительного образования детей в приоритете и у городских властей. Только в Октябрьском районе потребность в кружковых и спортивных клубах остается высокой. «Запрос на самом деле есть, он большой, и когда у людей есть выбор, это всегда хорошо. Когда есть большое количество вариантов, куда можно отдать своего ребенка, тем более, что у разных людей разный уровень дохода. Чем больше будет бесплатных объектов, а все кружки и секции, которые осуществляются в епархии, они все, естественно, бесплатные. Поэтому, тем, мне кажется, будет лучше». Строительство Центра единоборств будет осуществляться на благотворительные средства прихожан. Гульфия Сафина, Николай Сидоров. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова